Здравствуйте, и предлагаю вам разбить выбор, стоит ли говорить или не стоит, на следующие составные части. Дошлём с того, почему вы изначально не сказали мужчине правду. Вы здесь пишите, что вам надоело врать, вечно что-то придумывать. Вы, получается, своей мамой стыдитесь. Если это так, то тогда, рассказывая своему мужу о её особенности, вы будете чувствовать как бы вину за неё, перенаправленную на вас, в следствии чего будете признаваться в чём-то, как будто бы порученном, именно в отношении вас. Но это ведь ваша мама. Вы не виноваты в том, что она страдает алкоголитм. И вы нанесёте ответственность за неё. С другой стороны, стыдиться здесь нечего. Потому что спасти алкогольные зависимости достаточно легко. Ваша мама, напротив, нуждается в жалостке, нуждается в помощи, в поддержке, в лечении. И стыдиться её не имеет никакого конструктивного смысла. Если вы свою маму любите, то вы принимаете её такой, какая она есть, в любом случае. И любите её такой, какая она есть. И, наверное, хотели бы ей помочь. Так вот, с мужем помочь, вам было бы проще, чем одной. Это нужно очень хорошо понимать. Дальше. Вы пишите, что вы обманывать своего мужа, постоянно что-то придумывали и прочее. То есть, были какие-то обстоятельства, которые могли раскрыть, значит, слабость вашей мамы и показать её в неприглядной стороне, неприглядной точке зрения. Вот возникает вопрос, мужчина имеет возможность реально узнать о том, что она употребляет алкоголем или нет? Если имеет он такую возможность, то рано или просто он узнает о её особенности. И будет лучше, если вы скажете ему сами об этом. Потому что, узнав от других людей такую, в общем-то, интимную подробность, мужчина будет как минимум на вас обижать. И теряться в догадках, почему же вы ему не доверились, почему же вы его обманывали, почему не хотели говорить правду. Если мужчина такой возможности не имеет, то есть, у него нет возможности узнать, что с вашей мамой происходит, и никто ему об этом не скажет, то в таком случае стоит подумать, что вам даст знание правды мужем, и что даст незнание. Как я понимаю, вам надоело, вам хочется быть честным с ним. Это хорошо. Возникает следующий вопрос. Почему раньше быть нечестным вас устраивало, а сейчас вы захотели стать честным? Честным. Скорее всего, ситуация заключается в том, что ваша мама раньше вселяла вам надежду, или вы сами себе вселяли надежду, что она пить перестан угрозить. И тогда вам не нужно будет ничего придумывать, и ни в чем прихновать. Сейчас такой надежды у вас больше нет, и вы понимаете, что так и будет дальше. И поэтому хотите признаться мужу, нужно осознавать причину, по которой вы это делаете, и осознавать причину, по которой вы не сделали этого раньше, чтобы сказать об этом своем мужем сразу. Так что решение принимать относительно этого поступка вам, ведь неизвестно, как мы сейчас реагируем на это, если я правильно вас понимаю. Вся проблема в том, что если не знаете вы, как он отреагирует, то не знаем и мы, потому что мы его, вашего мужа не видели. Мы с ним не общались, и мы не знаем, что он это человек. Но раз вы опасаетесь, раз вы не говорите ему, значит думаете, что он может прореагировать негативно. Но поскольку ваша мама никуда не денется в ближайшее время, вы друг от друга с мужем тоже никуда не денетесь, то лучше сейчас сказать правду. Чем дольше тянетесь, тем сильнее будет негатив. А так, чем быстрее скажете, тем меньше негатива будет. И да, возможно будут какие-то неприятные разговоры, выяснения, но тем быстрее ваш муж и вы в целом придете к какому-то решению и начнете жить дальше уже честно. Но если ваш мужчина может категорически не принять или обидеться или сделать что-то еще резко негативное, то в таком случае вам в первую очередь нужно подумать о защите ваших отношений с мужем, ваших отношений с мамой и так далее. И в этом случае очень многое зависит от того, какой характер муж, как он относится к тому, например, что вы что-то ему не говорите, как он относится к тому, что ваша мама там выпивала. Можно задать такие некоторые наводящие вопросы и спросить его, как он относится к людям, страдающим алкогольной зависимости, как он относится к тому, к лжи во благо и прочее. Это можно сделать хитро, это можно сделать незаметно, это можно сделать ненавязчиво. Так вот можете лучше узнать его реакцию. И уже потом, исходя из его реакции, принимать решение относительно того, говорить ему или нет. Но давать вам конкретный совет, что делать в этой ситуации, было бы неэтичным, потому что получается тогда, что мы берем ответственность за вашу жизнь, за ваше решение. И если в нем, в этом решении, для вас будут какие-то негативные последствия, то вы же будете обвинять в этом нас, потому что мы приняли решение за вас, а не вы. И это то, чего бы нам не хотелось бы. Поэтому решение принимать вам, а мы можем лишь помочь вам раскрыть некоторые обстоятельства в ситуации, чтобы вы лучше понимали картину, картину реальности, которая сложилась у вас. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, делайте его лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего доброго.